Смелости и уверенности этих ребят могли бы посоветовать средневековые воины. Щелковский ФОК на Дальнем Воронке принял участников открытого первенства Московской области по спортивному мячу. Это дисциплина. Еще не вид спорта, но, судя по количеству участников, претендует на то, чтобы войти в календарь регулярных соревнований Минспорта. В стремлении получить боевой опыт ребята едут за тысячу километров от родного дома. Спортивный мяч – это соревновательная дисциплина, в которой используются безопасные макеты щита и меча, исторического оружия наших деревень русских воинов, на которых дети показывают искусство своего владения этими предметами. Сейчас на наше соревнование приехало порядка 200 бойцов из различных регионов – из Курска, из Твери, из Мурманска, из Архангельска, из Санкт-Петербурга, из Казани. Сейчас такое время, что каждый из нас должен уметь обороняться. Поэтому, уважаемые ребята, участники, я восхищаюсь вами и передаю вам огромные слова уважения от главы администрации городского округа Щелкова Андрея Алексеевича Булгакова. Пусть победит сильнейший! Четыре ресталища по количеству возрастных групп. Самому младшему участнику всего пять лет, старшему – тринадцать. Вова Никитин из подмосковного Раменского в отборочном туре выиграл оба боя. Сегодняшний, ну, наверное, на семерку. Могу лучше. В последнем бою? В последнем ударов двадцать, но некоторые не засчитали, потому что они были неправильно. Мне очень нравится адреналин получать и сражаться – очень крутое чувство. В самой активной возрастной категории мальчики 12-13 лет судит мастер спорта Советского Союза под дзюдой рукопашному бою, чемпионка мира 2018 года Оксана Ергина. Она прилетела в Щелково из Архангельска и поделилась впечатлениями в перерыве после отборочного этапа соревнований. Ребята бьются очень технично, очень приятно за ними смотреть. Подрастающее поколение очень радует. И с каждым турниром увеличивается их количество. В первую очередь это их дисциплинирует, как любой вид спорта. Две номинации – «Щит и меч» и «Меч-баклер». До призового места дошли те, кто продержался на ресталище не менее четырех боев. За 34 комплекта наград боролись 19 клубов из 13 городов. Щелково представляли ребята из клуба исторической реконструкции «Родогост» Центрального дворца культуры. В нашем округе этим направлением увлекаются более 50 человек. Спортивный меч – дисциплина, которая только прокладывает себе дорогу в большой спорт. Но уже сегодня ее поклонники показывают на соревнованиях высокие результаты.